Сегодня дежурный по городу приехал в Улус Хойтэбэ. Территория относится к Иволгинскому району. С начала этого учебного года сюда должен был заходить школьный автобус. Но ни родители, ни сами ученики его так и не увидели. Они должны уже быть готовы к первому сентябрю. Почему же до сих пор все эти дела не сделаны? Вечером идет ребенок, у меня вторую смену со школы, да, вечером. Собаки, автобуса нету. Они с детьми, с одноклассниками голосуют. Выбор невелик. Идти пешком или ловить попутку. Вот и голосуют. И таких юных автостопщиков только по Хойтэбэ. Более сотни. Все они учатся в Нижней Волгинской школе. От Улуса до нее около трех километров. И автобус у школы есть даже два. У меня вот на велосипеде ездит. Сейчас уже скоро зима. А сейчас дальше не знаю. Вроде говорили, в октябре будет автобуса. До сих пор не автобуса и не ответа. Самое время задавать вопросы директору школы. Именно в его видении находятся школьные автобусы. В августе месяце вылез основной водитель. Требования к водителю предоставляются большие. Требования, то есть наличие карты, стажа, чтобы была квалификация перевозки детей. Проблема большая. Мы вот прошу от себя лично, для всей родительской общественности, чтобы немного потерпели. Открытая вакансия давно размещена в центре занятости. Но пока все кандидаты убегают от маленькой зарплаты. 17 тысяч рублей. Впрочем, этот вопрос возможно решат на очередном родительском собрании. Значит, понимание проблемы у руководства школы все-таки есть. Но на всякий случай мы поставим в известность о проблеме Министерство образования Республики Бурятия. Ну а если и вы попали в ситуацию, из которой не можете выбраться самостоятельно, обратитесь с ней к нам в рубрику «Дежурный по городу». Решение найдется. Артемий Шаков, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус». Артемия, телекомпания «Оригус». Продолжение следует...